Одинцовский архивный отдел располагается на первом этаже жилого дома номер 36А по улице Молодежная. Его площадь составляет 612 квадратных метров, 380 из которых – архиво-хранилище. График работы по режиму районной администрации с 9 утра до 6 часов вечера. Приемный день для граждан – понедельник. Помещение оборудовано элементами доступной среды – системами пожаротушения и дымоудаления. По статистике, за день сотрудники принимают около 100 человек. Также обрабатывают заявки по телефону и электронной почте. Все документы хранятся согласно нормативным требованиям. Установлена система климат-контроля для того, чтобы бумага не рассыхалась. Поддерживается температурный режим в соответствии со стандартами архивного дела. Какие документы находятся в архиве? В основном это документы, нормативные акты органов местного самоуправления нашего Одинцовского муниципального района. И помимо этого есть документы промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, которые, будем говорить, составляют какую-то историческую ценность с точки зрения развития нашего района. И кроме того, на территории нашего района зарегистрировано много различных фирм, организаций, которые по закону в случае ликвидации обязаны передать на хранение в архив документы по личному составу. Что это такое? Это документы, которые в случае выхода человека на пенсию смогут подтвердить его трудовой стаж. То есть это основные документы. Ну и особая гордость, я бы сказала, у нас хранятся церковные и метрические книги. Самая ранняя книга датируется 1845 годом. Коллектив архива достаточно молодой. Эта сплоченная команда из 11 человек не первый год завоевывает награды Московской области, а совсем недавно получила общероссийскую. Глава района Андрей Иванов поблагодарил руководителя Одинцовского архива Наталью Соловьеву и весь коллектив за качественную работу с обращениями граждан и образцовому содержанию документов. Посмотрели мы вместе с Натальей Андреевной, руководителем архива, то, как здесь подобраны документы, какие стеллажи, есть автоматическое хранение, есть в ручном режиме, что пока вызывает больше положительных эмоций у работников, потому что это привычная работа и быстрее все происходит, но, тем не менее, автоматика тоже присутствует. Посмотрев все помещения, глава муниципалитета отметил, что этот архив образцово-показательный. Недаром на него равняются все соответствующие службы не только Московской области, но и страны. Он является одним из самых крупных в регионе. Здесь хранятся более 400 фондов и порядка 397 дел. Коллектив проводит большую работу по оцифровке имеющихся там данных. Только по прошлому году здесь выдано более 11 тысяч документов. То есть здесь никто не сидит на месте, здесь постоянно кипит работа. Мало того, еще многие документы, многие дела проходят по цифровку, так называемую, переходят в электронный вид, тоже колоссальная большая работа. Стоит отметить, что еще архивный отдел напрямую взаимодействует с многофункциональным центром «Мои документы». Продолжение следует...